Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География просто. Учебник под редакцией Климановой, 7 класс, Страноведенье. Параграф 12. Современное хозяйство мира. В современном мире экономики подавляющего большинства стран не могут существовать изолированно, без взаимосвязи друг с другом. Состояние экономики в одних странах отражается на благополучии и скорости развития экономики в других странах. Основу экономики любой страны составляют предприятия, заводы, сельскохозяйственные фермы, электростанции, железные дороги, авиакомпании, издательства, магазины. Но на самом деле не совсем так. Например, в Соединенных Штатах основу экономики составляет так называемая сфера услуг. И заводов у них гораздо меньше, чем в других странах. Хотя общая экономика в США считается одной из крупнейших. Но на самом деле опираться только на сферу услуг это большая ошибка. Потому что услуги сегодня они нужны, а завтра они не нужны. А вот, извините, хлеб он будет нужен абсолютно всегда. Так вот, люди, работающие в промышленности, заняты добычей природных богатств, то есть добывающая промышленность, дальнейшей их обработкой, обрабатывающая промышленность. Добывающая промышленность включает добычу полезных ископаемых, также заготовку древесины. Это все первичные виды хозяйственной деятельности. В местах добычи природных богатств возникают поселки или даже целые города. Ну вот, например, город Кемерово основан там, где большой объем угля, например. Например, город Донецк и город Луганск, они, например, созданы в местах, где огромное количество и железа, и каменного угля. То есть идеальное сочетание для производства стали и чугуна, то есть для металлургической промышленности. Город Норильск, например, он существует возле великолепного норильского месторождения никеля, палладия, платины и вот таких вот очень даже полезных и ценных металлов. Обрабатывающая и перерабатывающая промышленность, она включает в себя электроэнергетику, металлургию, машиностроение, химическую, деревообрабатывающую, швейную и обувную промышленность. То есть, проще говоря, к обрабатывающей или перерабатывающей промышленности сюда входит, например, электроэнергетика. Причем как? Гидроэлектростанции, они также будут сюда входить, а атомные электростанции также будут входить именно в обрабатывающую промышленность. Ну, металлургия, она вся входит в эту самую обрабатывающую промышленность, потому что к металлургии относятся от простой выплавки железа или просто каких-то металлов до производства, например, медных проводов, то есть от выплавки из медной руды самой меди до производства медного провода, который будет у нас использоваться в домах, пожалуйста, это все вот сюда и относится. К деревообрабатывающей мало срубить дерево. Собственно говоря, в дальнейшем из дерева надо сделать доски. Потом, кстати, к деревообрабатывающей промышленности туда много чего относятся. Например, древесно-стружечные плиты DSP, из которых сделано большое количество недорогой мебели, они также делаются именно в деревообрабатывающей промышленности. Например, все стружки, которые там используются, стараются активно также идти в дело и их тоже очень активно применяют. Ну, швейная, обувная, я думаю, здесь и так понятно, что швейная промышленность, она производит различные ткани, она производит одежду, обувная делает обувь. Предприятия обрабатывающей промышленности чаще всего располагаются в городах. Ну, это вполне себе верно, где им еще располагаться. Сельское хозяйство. Это одно из самых старых занятий населения. По внешнему виду сельскохозяйственные районы сильно отличаются от промышленных. Это сельскохозяйственные районы, это ровные ряды плодовых садов или бескрайние поля пшениц, сочные зеленые луга с пасущимися коровами или небольшие наделы земли с низкорослыми злаками. Ну, к злакам относятся рис, гречиха, пшеница, вот все это к злакам можно отнести. Так вот, все это примеры культурного ландшафта сельскохозяйственных районов. Сельское хозяйство подразделяется на растеневодство, ну, это выращивание растений, и животноводство. Это, естественно, работа с различными домашними животными. Животноводство более дорогое и более сложное, чем растеневодство. Заниматься растениями проще, чем животными. Но даже и растения в 21 веке уже достаточно сложные там. Если вы выращиваете урожай только для самих себя, вам попроще. А вот если вам надо большое урожай собрать, то вам будет уже сложно. Понадобится много различных удобрений, понадобятся специализированные трактора, которые будут пахать землю, вносить туда удобрения. Потом понадобятся комбайны, которые будут собирать этот урожай. Мало того, даже вот самое простое, например, пшеница. Мало собрать пшеницу, надо еще отделить зерно. Поэтому современные комбайны, они сразу же отделяют зерно от колосьев. А потом это зерно надо еще доставить на завод, где это зерно смогут сохранить. Его смогут, как бы так сказать, просеять, отделив некоторые крупные зерна от мелких зерен. Потому что зерно, та же пшеница, разделяется на различные классы. Первый, второй, третий, четвертый. Самый плохой четвертый, самый хороший, конечно, первый. Но первого выращивается, конечно, гораздо меньше. В основном стараются выращивать третий, именно третий класс зерна в России. Например, в основном третий стараются выращивать. Он более дорогой, чем четвертый. То есть, потом еще эту самую пшеницу надо тщательно ее суметь сохранить. Потому что, если заведется плесень, то целые огромнейшие урожаи могут быть просто выкинуты. Плесень очень опасна для пшеницы. Потому что она отравляет пшеницу, и после этого ее уже есть нельзя. То есть, большое количество сложностей возникает в современном виде, даже с производством вот таких простых вещей. Поэтому там очень даже много самых разных сложностей. И выращивание урожая, это сейчас достаточно сложное дело. И нельзя забывать, что производство сельскохозяйственной техники, которой нужно достаточно большое количество, это тоже крайне и крайне сложная задача. Если страна сама себе не производит сельскохозяйственную технику, но при этом выращивает большое количество урожая, то огромное количество денег из этой страны будет просто уходить в другие страны, которые будут делать именно эту технику. Россия в этом отношении как раз таки страна, которая и сама выращивает себе практически все виды урожая, и сама, собственно говоря, производит все виды техники для добычи этого урожая, для его обработки и для его хранения. Уровень развития сельского хозяйства в разных странах, в странах Европы, США, Канаде, Австралии, Японии, некоторых других, в сельском хозяйстве широко используются машины, удобрения, выращиваются высокоурожайные сорта растений и высокопродуктивные породы животных. Поэтому сельскохозяйственным трудом занято достаточно малое количество жителей. И в этом отношении Россия уже тоже относится именно к вот такому, собственно говоря, элитному клубу. Потому что с 2010 по 2019 год количество людей, которые заняты в сельском хозяйстве в России, снизилось. А количество урожаев и производимой сельскохозяйственной продукции, оно увеличилось, причем увеличилось очень сильно. Там чуть ли не в три раза выросло. Поэтому Россия тоже стремительно догоняет развитые страны по именно качеству и продуктивности сельского хозяйства. В состав третичного сектора входят наука, транспорт, торговля, охрана правопорядка, органы власти, да-да-да. Различные чиновники, они тоже, по сути, оказывают услуги. Правда, эти чиновники об этом чаще всего не знают. Школы и поликлиники, библиотеки и театры, магазины и банки, кафе и парикмахерские. Это и многие другие предприятия составляют сферу услуг. Услуга – действия, приносящая пользу и помощь другому человеку. На этой картинке показаны, какие виды деятельности относятся к первичным, вторичным и третичным видам деятельности. Приведите свои примеры взаимосвязи секторов экономики. Здесь самый простой пример. Например, вы решили открыть свое дело. И что вы делаете? А очень просто. Вы идете в банк, третичный сектор экономики, и берете там кредит. На этот кредит, например, вы строите лесопилку. Через некоторое время лесопилка начинает приносить вам определенный доход. Вы отдаете кредит банку и берете у банка новый кредит для того, чтобы модернизировать производство своей лесопилки. То есть вы сначала обратились к третичному сектору экономики, сделали предприятие первичного сектора экономики, то есть добывающее. После этого отдали кредит опять в банку третичному сектору. И взяли новый кредит для того, чтобы модернизировать производство и добавить туда производство досок и производство ДСП, древесно-стружечных плит. Таким образом, ваше предприятие стало первично-вторичным. То есть у вас и добыча, и переработка. И вы заодно теперь активно работаете с банком, который предоставляет вам финансовые услуги. Это третичный сектор экономики. И они все вот так вот четко связаны между собой. Подумайте, как взаимосвязаны предприятия внутри каждого сектора. Ну я как раз таки это неплохо так себе привел, как они взаимосвязаны. Особенно внутри каждого сектора. Многие предприятия стараются от добычи переходить к переработке одновременно, так как это выгоднее делать. Такой вот момент. Далее. Экономические отношения между странами могут принимать самые разные формы. Самый старый, по-прежнему важнейшей формой является торговля товарами и услугами. Сейчас главный товар мировой торговли – продукты, обрабатывающие промышленности, машины и оборудование. Лидеры мирового обмена товарами – это Германия, это Китай. Соединенные Штаты, они когда-то производили большое количество товаров. Сейчас Соединенные Штаты в 2019 году в основном производят сферу услуг. И да, с одной стороны, это, конечно, очень так замечательно, когда вы производите услуги. Например, практически 80% производства различной кинопродукции, видеопродукции, производства музыкальной продукции сосредоточено в США. И при желании послушать даже одну песню, например, через интернет, вам вполне вероятно понадобится, например, за эту песню как-то заплатить тем или иным образом. И США со всего этого получают свою какую-то прибыль. Но, конечно, это красиво все выглядит. Но без песенок люди вполне могут и обойтись. А вот без хлеба люди обойтись не смогут. И, к примеру, взаимосвязи экономики может являться вот такая вот картинка. Это страны, которые участвуют в производстве Boeing 787, Boeing Dreamliner. И вот посмотрите, какое количество стран участвуют в производстве этого самолета. И не только этого, собственно говоря. Boeing с многими странами взаимодействует. Вот смотрите. Япония производит сразу три различных вида деталей для Dreamliner. Австралия участвует. Швеция производит грузовые двери для Dreamliner. Франция производит пассажирские двери. Участвует Канада. Участвует Великобритания. Соединенные Штаты производят часть деталей. Китай производит часть деталей. Италия производит сразу два вида различных деталей. Южная Корея производит разные детали. Мало того, здесь вот есть блок 4%, а другое. Так вот, это другое. Сюда, например, относится и Россия. Boeing активно закупает у России титановые детали для авиации. И поэтому практически в каждом гражданском самолете Boeing, а Boeing производит и военные самолеты, так вот практически в каждом гражданском самолете Boeing есть российские титановые детали. Такой момент. Так что да, современная экономика очень сильно взаимосвязана. Исследование космоса на международной орбитальной странции и проекты в области охраны отдельных видов растений и животных это пример научных и технических связей между странами, которые очень активно развиваются. К началу 21 века около половины населения мира работало в сельском хозяйстве. Особенно много людей, живущих сельскохозяйственным трудом, было в странах Африки и Азии. В промышленности работает примерно 17% населения Земли. Ну, это на 2010 год. На 2019 год, надо сказать, что скорее больше уже работает. Скорее 18%. В сфере услуг по всему миру занято примерно 35%. Доля работающих в третичном секторе велика в Европе, США, Канаде. А также в целом ряде стран, живущих за счет туризма. Реальность современного мира, тесная взаимосвязь, экономика отдельных стран и рост обмена товарами и услугами между ними. Ключевые слова и выражения. Промышленность. К промышленности относятся шахты, заводы, фабрики. То есть, вот все вот такое вот. Сельское хозяйство. Ну, это и так понятно. Все виды выращивания, как обычного, все виды выращивания растений, так и виды выращивания различных сельскохозяйственных животных. Коровы, свиньи, козы и так далее. Сфера услуг. К сфере услуг относится огромное количество самых разнообразных видов. Это и образование, это и медицина, это и различные государственные услуги, это и различные клубы, рестораны. Все это сфера услуг. Объясните значение терминов, упомянутых в параграфе. Ну, я их объяснял каждый раз, когда я их, собственно, упоминал. Приведите примеры мирового обмена услугами. Самый простой пример, это так называемый аутсорсинг. Аутсорсинг, это когда большая компания передает часть от большой работы какой-то другой фирме, причем эта фирма выполняет эту самую небольшую часть этой самой работы. Например, Объединенные Арабские Эмираты решили построить самое большое здание в мире. Но в Объединенных Арабских Эмиратах нет ни хороших цементных заводов, ни хороших архитекторов, которые могли бы это все сделать. И Объединенные Арабские Эмираты нанимают в Европе и в Азии несколько фирм, которые сначала делают им проект этого самого высокого здания, а потом, собственно говоря, приезжают высококлассные инженеры, которые это самое здание с помощью техники строят. Это и есть услуги. Потому что вот создание проекта и обеспечение работы, слежение за работой, это и есть все сфера услуг. Вот такой вот обмен. Подумайте, влияет ли на хозяйственную деятельность людей их принадлежность к определенной расе, народу, религии? В некотором роде да. Например, в исламе запрещен алкоголь. Поэтому исламские страны практически не производят алкогольную продукцию. Поэтому, но здесь такое влияние крайне и крайне слабое. У христиан, например, и у буддистов, например, такого влияния нет. У мусульман это банковское дело, потому что по исламу запрещен процент. Те самые знаменитые проценты, вокруг которых все так бегают, так вот в исламе он запрещен. Поэтому банковские услуги в исламских странах, они несколько имеют определенную специфику. И запрещен алкоголь. Но, собственно говоря, вот и все, что я могу вспомнить именно касаемо религии. Принадлежность к определенной расе или народу, да что-то я такого и не припомню совершенно никак. Как каждая страна, извините, сама себе строит заводы и сама на этих заводах работают. Здесь уже работает чистая конкуренция. Кто сделает как можно лучше, тот, собственно говоря, и получит деньги. Вот и все. Так что здесь раса и народ никак не влияет. А вот религия только очень такими узкими и определенными местами. Где-то, причем и все, собственно говоря. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...